Что если на Землю упадет метеорит? Каждый день на Землю падает более 4 миллиардов космических тел, а если точнее, метеороидов. Так называют все, что больше межпланетной пыли, но меньше астероида. В большинстве своем это небольшие камни, которые быстро сгорают в земной атмосфере, и только единицам удается пройти этот рубеж. За год на Землю падает метеоритный поток общей массой более 21 тонны, а отдельные метеориты весят от нескольких грамм до одной тонны. Знакомьтесь, это ГОБА, крупнейший из найденных метеоритов. Строго говоря, он упал примерно 80 тысяч лет назад. Этот железный гигант весом около 66 тонн упал в доисторическое время, а был найден в Намибии в 1920 году возле Гродфонтейна. Он сохраняется на месте падения в юго-западной Африке в Намибии, близ фермы ГОБА Уэст. Это самый большой на Земле кусок железа природного происхождения. С 1920 года метеорит слегка уменьшился. Эрозия, научные исследования и вандализм сделали свое дело. Метеорит похудел до 60 тонн. Хватит о ГОБе. Вы знали, что 30 июня 1908 года нашу Землю настиг Тунгусский метеорит. Его предполагаемый вес составляет 5 миллиардов тонн. Сила взрыва при столкновении с Землей оценивается в 50 мегатонн, что сопоставимо с мощностью царь-бомбы, которая является самым сильным взрывным устройством в истории человечества. Ну что же, пожалуй, это были самые глобальные падения на Землю. А теперь перейдем к еще большему апокалипсису. Представим, что прямо сейчас на Землю летит огромный астероид. Допустим, для начала 10 километров в диаметре. Размер образовавшегося кратера при падении на сушу от 70 до 100 километров. Глубина 5-6 километров. Глубина растрескивания земной коры составит десятки километров, то есть вплоть до мантии. Толщина земной коры под равнинами составляет в среднем 35 километров. Начнется выход магмы на поверхность. Площадь зоны разрушения может составить несколько процентов площади Земли. При взрыве облако пыли и расплавленной породы поднимется на высоту десятки километров, возможно, до сотни. Объем выброшенных материалов – несколько тысяч кубических километров. Этого достаточно для легкой астероидной осени, но недостаточно для астероидной зимы и начала ледникового периода. Произойдут вторичные кратеры и цунами от осколков и крупных кусков выброшенной породы. Небольшой, но по геологическим меркам приличный наклон земной оси от удара до одной десятой доли градуса. В случае интенсивных извержений вулканических газов станут возможны кислотные дожди. А теперь устроим проблему посерьезнее. Увеличим ее на один нолик. Сто километров! Вот это будет настоящая катастрофа! Метеорит входит в атмосферу Земли со скоростью 72 километра в секунду. При таких условиях его температура составит 1800 градусов, но до нас долетит лишь десятая часть и мелкие частицы. При столкновении с Землей он уничтожит все в радиусе 100 тысяч квадратных километров. На месте, где упал метеорит, будет огромный кратер. На данный момент самым большим кратером является Вредефорд, диаметром около 300 километров. Он занимает 6% площадь ЮАР. В нашем случае астероид будет размером с Австралию. По всему миру произойдут землетрясения в 9 баллов по шкале Рихтера. В результате исчезнут тысячи городов и миллиарды людей. Температура на планете резко повысится на 3 градуса, что приведет к гибели десятков различных видов животных. Итог. В падении метеорита нет ничего хорошего. Утешает одно, что метеориты диаметром в 10 метров в среднем падают на Землю один раз в 100 миллионов лет. А сколько лет прошло с последнего глобального потрясения Земли? Эй, не забудь подписаться на наш канал и поставить лайк. Пиши в комментариях, насколько сильно ты боишься летающих камней.